Привет, девчонки! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Юля. Сегодня я хотела бы поделиться с вами своими пустыми баночками. У меня уже накопилась вот такая вот большая корзиночка. Если вам интересно, продолжайте смотреть. И начну я с уходовой косметики. И первая моя пустая баночка это фитосыворотка для лица и шеи от Family Doctor. Единственное, что мне в нем нравилось, это его консистенция. Он такой нежный, не очень жирный и хорошо смягчал кожу. А так, в принципе, он ничего такого сверхъестественного не делал. Стоит дешево, но мне советуют. Еще у меня закончилась эмульсия против жирного блеска от Biocon для проблемной кожи. Написано, что здесь защита кожи ионами серебра, но это, я считаю, бред. Стоит против прыщей и расширенных пор действует в течение дня. Сразу скажу, что действует не в течение дня, а где-то часов двух. Когда наношу на кожу, появляется какая-то пленка на лице. Она немножко стягивает кожу. Неприятные ощущения. Мне не понравилось это средство. Я его все-таки доиспользовала, потому что потратила деньги. Хоть и небольшие, но деньги. Но ничего не заметила. Жирный блеск появляется где-то через два часа. В общем, средство не понравилось. Не советую. Прыщи не убирает. Они как были, так и есть. В общем, ничего не делает. Не советую. Следующее средство, которое у меня наконец-то закончилось. Это вот такой вот мягкий лосьон для снятия макияжа век. С хлопковым молочком. Его часто советуют на ютуб. Я его купила как раз из-за того, что насмотрелось видео в ютуб. И все советовали. Я решила попробовать. А вдруг хорошее средство. Но оказалось, что нет. Здесь написано, что он бережно снимает макияж и еще укрепляет ресницы. То, что он укрепляет ресницы, это вообще не заметила. А то, что бережно снимает макияж, это 100% нет. Получается, когда я первый раз его нанесла, у меня очень щипало в глазах. Они пекли. Они стали красными. Где-то часа два точно у меня все жгло в глазах. Я промывала очень много раз водой глаза, но ничего не помогало. В общем, он мне 100% не подошел. Снимает макияж он, в принципе, обычно. Даже еще нужно потереть несколько раз. И поэтому опять появляется раздражение. Так что не советую вот это вот средство. У меня также закончился кондиционер от Марселес. Белая глина и жасмин для жирных волос. Очень понравился мне этот кондиционер. Я его всем советую. Он очень хорошо действует на волосы. Они становятся мягкими, шинковистыми, приятными на ощупь. У него есть замечательный эффект. Он делает волосы прямыми. Не нужно их правильно высушивать. Не нужно утюжком их вытягивать. Они как были прямыми, так и остаются. Хватает его, в принципе, надолго. Пользовалась им где-то раз в неделю. Может, два раза в неделю. Очень понравился мне запах, консистенция. Обязательно еще что-то попробую от Марселес. Так что советую. Обязательно присмотритесь и попробуйте. А также я хотела бы, чтобы вы мне помогли. И посоветовали какой-нибудь кондиционер или маску для волос. Именно для жирного типа волос. Я сейчас в поисках. Хочу что-то найти для себя интересное и новое. Еще у меня закончился вот такой вот роликовый дезодорант от FAM. С белым чаем. Сразу скажу бесполезная вещь. Он не держит 48 часов, как здесь написано. Даже не 24, даже и не полдня. Он абсолютно не действует. Все равно оставляет пятна на одежде. Единственное, что мне понравилось, это его запах. Запах приятный, конечно. Этот дезодорант не стоит того, чтобы его покупали только из-за запаха. Запах пота не убирает. Так что бесполезная вещь. Не советую. Также у меня закончился гель для душа от Greenway. Он с молочком миндаля, кокоса. Здесь было 250 мл. Хватило его где-то на месяц. Он мне очень понравился. Особенно своим запахом. Мне очень нравится запах кокоса. Он, в принципе, неплохой. Хорошо очищает кожу. Хорошо ее увлажняет. После душа у меня кожа не становится сухой, не шелушится. Все хорошо. Так что мне очень понравилось это средство. Так что обязательно присмотритесь. Еще у меня закончился мягкий гель-пилинг для умывания. Матирующий эффект от доктора Санде. Для нормальной склонной к жирности кожи. Он очищает поры, выравнивает тон лица. Матирующий эффект. Мне очень понравился этот гель-пилинг. Он реально действует. Он очень мягко очищает кожу. У него маленькие крупицы. Они не травмируют кожу. Хорошо очищает. Не содержит парабенов. Это тоже очень радует. Я заметила, что после его применения у меня стало меньше прыщей, высыпаний, покраснений. Он до скрипа очищал кожу. Просто хорошее средство. Стоит дешево, бюджетно. Хорошо действует. Я обязательно еще его куплю. Мне он очень понравился. И всем советую. И последнее средство из уходовой косметики. Это крем для тела от Mark & Spencer. Мне он очень понравился. Он хорошо увлажняет кожу. Приятно пахнет. Имеет хорошую консистенцию. Быстро увлажняет кожу. Держит эффект долго. К сожалению, быстро закончился. Потому что я часто его применяла. Но он мне очень понравился. Я его советую. Если такой найдете крем, обязательно им воспользуйтесь. И теперь перехожу к своим пустым баночкам из декоративной косметики. И первое, что я вам покажу, это вот такой вот консилер от Biolita Classic. Крем-корректор тональный для проблемной кожи. У меня он был в втором оттенке, натуральный. Мне этот корректор очень понравился. Я его использовала где-то в течение чуть меньше года. Хотя пользовалась им очень часто. Он хорошо маскирует все покраснения и недостатки кожи. Особенно синяки под глазами. Он не скатывается. Не ложится комочками. Он хорошо подсушивает прыщики. Их становится меньше на коже. Контролирует блеск кожи. После его применения заметила эффект. Он очень хорошо действует на кожу. Мне он очень понравился. Обязательно его попробуйте. Еще у меня закончился корректор для бровей. От Avaline. У меня в коричневом оттенке. Очень понравилось это средство. Оно бюджетное, но хорошо действует. Цвет не рыжит. Хорошо ложится на брови. Держится в течение дня. Не скатывается. Единственный минус. Не нужно трогать ресницы. Потому что он немножко стирается. А так, в принципе, хорошее средство. Пользовалось им очень долго. Где-то полтора года. Хотя пользовалось им почти каждый день. Советую. Обязательно попробуйте. И следующее средство. Это подводка для глаз. От LCF. Она у меня даже не закончилась. А засохла. Потому что я ею не пользовалась почти. Она мне не понравилась. У нее неудобная кисточка. Он, кстати, очень быстро засох. Хотя я им не пользовалась. Стоит тоже дешево. Но не стоит потраченных денег. Ложился он некрасиво. Комочками. Тяжело было сделать красивые стрелочки. Тонкие. Кисточка неудобная. Так что я средства это не советую. Еще у меня закончилась пудра от LN. У меня это был 205 тон. В принципе, пудра неплохая. Бюджетная. У нее нет запаха. Нормальная упаковка. Есть зеркальце. Спонжик. Держится в течение дня. Матирует кожу. Но единственное, что мне не понравилось. Под конец она начала подсушивать мне кожу. Не знаю почему. Может она не подходит для летнего периода. Хотя у меня жирная кожа. Но этот момент мне не понравился. Больше покупать не буду. Потому что она стала подсушивать мою кожу. А так, в принципе, неплохая пудра. Это были все мои пустые баночки. Так что, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. И встретимся в следующем видео. Была рада вас видеть. Всем пока! И наношу темно-коричневые тени в складочку век. Они немножко с рыжим подтоном. И растушевываю с помощью вот такой вот кисточки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»